Друзья, всем привет! Ошеломляющую без преувеличений сейчас получил информацию. Спасибо Павлу Иванову. Это ютуб-блогер, автор канала Аудио Статьи. Он опубликовал видео с ютуб-канала Радио Аврора. На Радио Аврора много выходит контента и физически, конечно же, мало у кого найдется времени, чтобы с утра до вечера смотреть видео, которые выходят на Радио Аврора. А вот это видео, которое было опубликовано 5 января, действительно очень важное и заслуживает нашего внимания, несомненно. Называется видео «Он держал в страхе Кремль». Ошеломляющее расследование госрозыска о крестном отце российской коррупции. Масштабы преступления поражают. Преступники увели из-под носа Кремля имущество на 400 миллиардов долларов. В этом видео, в этой передаче на Радио Аврора дает интервью руководитель общественной организации «Госрозыск» Дмитрий Матвеев. И он рассказывает поразительные вещи и называет это преступлением, которого не знает история. Коротко своими словами расскажу вам суть этой истории. Некто Газизулин Фарид Рафикович, который являлся министром имущественных отношений Российской Федерации, еще во времена правления Ельцина в 96, 97, 95 годах, как раз когда он являлся министром имущественных отношений Российской Федерации, Этот человек, Газизулин Фарид Рафикович, умудрился протолкнуть такую тему. Был подписан документ, на основании которого эта компания, которая имеет отношение, по сведениям Матвеева, интеррозыск, она получила право на управление полное и реализацию имущества Российской Федерации, бывшего СССР, которая находится за рубежом. Речь идет немного немало о 400 миллиардах долларов. То есть это почти полтриллиона долларов, и это вполне сопоставимо с бюджетом Российской Федерации, причем не за один год. Так вот, по началу эта компания, интеррозыск, она должна была иметь там от 5 до 7, по-моему, процентов от реализуемого имущества. То есть должна была заработать несколько миллиардов долларов за свои труды, в кавычках. А чуть позже эта компания привлекла профессора Дип-академии Владлена Сироткина, который оказался честным человеком. Его хотели привлечь для обоснования того, чтобы компания эта интеррозыск получала не 5-7, а 15 процентов от реализуемого имущества Российской Федерации, бывшего Советского Союза за рубежом. Профессор Сироткин всю эту аферу распознал, написал даже книги по этому поводу и отказался участвовать в этом мероприятии, отказался обосновывать 15-процентный заработок на 400 миллиардах вот этой компании, которой имеет отношение к Газизулин. После этого профессор Сироткин скоропостижно скончался в 2005 году. Причина его кончины пока не уточняется. Но в руках Дмитрия Матвеева и компании Госрозекс как раз оказался документ, в котором государство передает от управления свою зарубежную недвижимость, свои зарубежные активы именно вот этой компании. Помимо этого Газизулин всячески саботировал расследования, которые велись еще с 20 века, со временем Ельцина, и не давал возможности, имея статус вице-премьера, не давал возможности вывести на чистую воду деятельность вот этих приватизаторов госсобственности за рубежом. Кто такой Фарид Рафикович Газизулин? Википедия дает нам крайне скудные сведения о нем. Родился 20 сентября 1946 года член Совета директоров ООО «Газпром», бывший министр имущественных отношений Российской Федерации. Вот может и является он сейчас членом Совета директоров «Газпром», но, по сведениям Матвеева, Газизулин сбежал из России и сейчас находится за рубежом. Так, что еще пишет Википедия? Окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта по специальности инженер-механик. В 1973 году кандидат философских наук, доктор социологических наук. С 1963 по 1969 год работал средственным сборщиком, судосборщиком, техником-нормировщиком, секретарем комитета ВЛКСМ завода имени Горького. С 1969 по 1973 год первый секретарь Зеленодольского горкома ВЛКСМ. С 1973-1976 год первый секретарь Набережной Челнинского горкома ВЛКСМ. С 1976 по 1980 год секретарь Татарского ОК ВЛКСМ. С 1980 по 1984 год второй секретарь Комсомольского райкома КПСС. Ну, то есть это человек из плеяды комсомольцев. Комсомольцы это именно те реформаторы, которые стояли за перестройкой, за приватизацией, фактически за разграблением собственности Советского Союза. Это те комсомольцы, которые выезжали по обмену за рубеж, нахватались там капитализма, который был на тот момент, и уже привезя с собой сюда эти знания, начали капитализм реализовывать у нас в стране. Если вы копнете, то обнаружите, что практически все реформаторы, младореформаторы, как еще называют, они все выходцы как раз из комсомола. С 1991 по 1996 год первый заместитель председателя правительства, председатель государственного комитета по управлению государственным имуществом и промышленность республики Татарстан. С июня 1996 года первый заместитель председателя государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом. С сентября 1997 года после преобразования комитета в министерство стал первым заместителем министра государственного имущества РФ. С декабря 1997 года заместитель председателя правительства РФ, министра государственного имущества РФ, В январе 1999 года подал в отставку, однако в марте 1999 года возвратился к исполнению обязанности министра. Заместителем он был Альфреда Коха, тоже такой небезызвестный персонаж. Избирался председателем совета директоров ООО «Газпром» 1998-1999 год до июля 2016 года, оставался членом совета директоров ООО «Газпром». С февраля 2016 года остался владельцем агропромышленного холдинга «Евродон», который являлся крупнейшим в России производителем индейки, а также занимался реализацией инвестиционных птицеводческих проектов, одновременно реализовал сделку по продаже А1 подразделения «Альфа Групп» компании «Бреймстоун Инвестментс ЛТД», которая принадлежала 40% «Евродона». Об этом, кстати, в этом видео, о котором я сейчас говорю, тоже есть, тоже говорится. Всю эту аферу раскопала компания Межрегиональной общественной организации «Содействие розыску и обращение имущества в государственную собственность», которой руководит Дмитрий Матвеев. Вот сайт этой компании, ссылочку я также добавлю в описании, он интересен тем, что здесь есть раздел «Обучение», где представители этой компании учат находить утерянные объекты недвижимости. Показывают, как оставить обращение в личном кабинете, благодаря которому прекратится незаконное обогащение за счет государства. То есть люди, у которых есть возможность, есть свободное время, могут пройти обучение и также участвовать в поиске государственной собственности. То есть проводить такую волонтерскую работу. У кого есть такая возможность, конечно, я вам рекомендую тоже поучаствовать в этой теме. Что еще интересного, выходцами из гнезда Газизулина по информации Матвеева являются Герман Греф, глава Сбера или Сбербанка, и Игорь Шувалов, который сейчас руководит ВТБ. То есть это одна и та же мафия, которая расхищала государственную собственность еще в 90-е годы, и сейчас она руководит такими государствообразующими финансовыми структурами, такими как Сбербанк и ВТБ. И полагаю, что не только эти две фамилии, но еще часть первых лиц нашего государства имеет какие-то отношения с Фаридом Рафиковичем Газизулем. Те, кто давно смотрит мой канал, знают, что я не первый раз уже поднимаю тему о хищении государственной собственности. В частности, я брал интервью у Сергея Шашурина, через которого в 90-е выводились колоссальные тоже капиталы за рубеж. Вот сейчас Сергей Петрович бьется за то, чтобы была восстановлена справедливость. Еще есть люди, которые беспокоятся о государственной собственности, и вот в числе их компания как раз Госрозыск. Я не знал ничего об этой компании до того, как увидел вот это видео на канале Радио Аврора. Ну, надеюсь, пока информации достаточно. Я не хочу пересказывать всю эту передачу, все то, о чем здесь говорилось. Ссылочка будет в описании. Я очень вам рекомендую посмотреть это видео и распространить эту информацию среди своих друзей, среди своих знакомых. Поскольку, если это дело дойдет до серьезного уголовного расследования, серьезного, дойдет до суда, то нас ожидают очень-очень интересные и захватывающие события. И, на мой взгляд, нужно, чтобы как можно больше людей узнало об этой ситуации, для того, чтобы придать этому расследованию максимальную огласку. Ну, это, наверное, все, что хотел я вам сказать по этому поводу. Проходите по ссылке, смотрите видео на канале Радио Аврора. Ну, и подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на запасной канал Экология Сознания, подписывайтесь на Телеграм-канал и подписывайтесь на мой канал на Яндекс.Эфире. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Всем пока.